В 1978 году дальний потомок начальника Бастилии Сен-Мара, господин Дежоль, выпустил свое исследование, основанное на архивах своего знаменитого предка, в котором утверждается, что под маской в Бастилии скрывался чернокожий слуга жены Людовика XIV, королевы Марии Терезы, по имени Набо. В Пенероле до сих пор существует постоянный центр изучения железной маски, который на двух заседаниях в сентябре 1974 и в октябре 1976 года, заслушав доказательства Дежоля и его единомышленников, впервые высказался в пользу кандидатуры темнокожего пажа королевы. Так о чем поведал миру потомок начальника Бастилии господин Дежол? Его история, тесно переплетающаяся с версиями, выдвинутыми такими французскими писателями и историками, как Тушар Лафос, Жорж Ленотр и Андреа Костело, сводится примерно к следующему. В 1660 году, в день бракосочетания Людовика XIV и Марии Терезы, внук короля Генриха IV великого, герцог Дебафор, привез из Африки маленького Мавра, примерно 12 лет, который быстро стал любимцем двора и пажом в свите королевы. То Тушар Лафос даже называет его настоящее имя – Набо. Супруга Людовика XIV сильно привязалась к этому темнокожему мальчику и с усердием взялась за его воспитание и образование. С Набо занимались лучшие преподаватели Франции. Его одевали в дорогие наряды, как принца. Он ел вместе с королевской семьей за одним столом изысканные блюда. Мальчик оказался удивительно талантлив. Вскоре Набо свободно говорил не только на французском и испанских языках, но и на многих других языках Европы. Изумительно играл на гитаре и прекрасно танцевал. Мальчик явно был развит не по годам. В некоторых исследованиях Набо называют почему-то карликом, но это не так. Тот же Тушар Лафос поясняет, что из-за маленького роста и возраста, но развитого не по годам Мавра, некоторые ошибочно считали карликом. Но с годами, пишет Ленотр и Лафос, маленький Паш вырос в настоящего высокого и красивого парня. Если король Франции Людовик XIV с утра до вечера только и делал, что пировал и развлекался с многочисленными любовницами, то для одинокой и застенчивой королевы единственной радостью в жизни было лишь общение со своим любимым слугой, темнокожим красавцем Набо, к которому она очень сильно привязалась. Темнокожий слуга даже спал в покоях королевы Марии Терезы, и никто не видел в этом ничего предосудительного. Всем казалось, что невинные забавы Мавра происходили от его простодушия и живости натуры. Даже король считал Набо просто любимой игрушкой его супруги и не более. Но невинные забавы Набо в спальне королевы привели к тому, что Мария Тереза забеременела. В конце 1664 года подошло время рожать. Королева сильно нервничает. Родами в спальне занимался королевский хирург Феликс, а морально ее поддерживал своими молитвами первый капеллан Аббад де Горд. Вокруг кровати стояли придворные дамы и члены королевской семьи и томительно ждали появления на свет ребенка. А бычий требовал, чтобы наследники самого блистательного трона Европы появлялись на свет открыто на глазах у будущих подданных. И вот долгожданный момент. Королева благополучно родила девочку. Но приблизившись к ребенку, чтобы его благословить, Аббад де Горд почувствовал себя дурно, зашатался и, заикаясь, резко отпрянул назад. Придворные ринулись побыстрее увидеть новорожденную, и увиденное повергло присутствующих в шок. Воцарилось гробовое молчание. Но потом раздался резкий язвительный возглас принца Конде. Боже, ребенок черный! Это же просто маленький мавр! Людовик XIV отпрянул от ребенка и гневно выбежал из спальни. Придворные первое время старались всякими глупыми доводами убедить короля в том, что жена ему не изменяла. Что это его ребенок, мол, Мария просто в последнее время ела много шоколада. Но король сразу понял, кто отец этой темнокожей девочки, глядя на темнокожего слугу королевы. Двоюрная сестра короля Людовика XIV, французская принцесса Анна-Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпассие, присутствующая при родах, заметила, что новорожденная, как две капли воды, походила на очаровательного мавритенка, которого привез с собой господин Бафор, и с которым королева никогда не расставалась. Когда все смекнули, что новорожденная могла быть похожа только на него, несчастного мавра убрали прочь. Слугу Набо тут же арестовали и хотели казнить. Но за своего любимца вступилась королева и стала умолять супруга сохранить ему жизнь. Король сжалился и дал слово сохранить жизнь ее любимцу. По приказу короля Людовика XIV всем было объявлено, что слуга королевы умер в темнице, но на самом деле его под новым именем Эстан-Доже тайно отправили на север Франции в город Ден-Кюрк, где он под присмотром, верой и правдой, долгие годы служил местной жене губернатора. Эту информацию и откопал в архивах потомок начальника Бастилии господин Дежол. Но спустя годы просочилась информация, что темнокожий слуга с новым именем Эстан-Доже жив и даже распускает слухи, что у него есть ребенок от королевы, и новые сплетни тут же разлетелись не только по всему двору, но и Парижу. Неслыханная дерзость порочить королевскую семью. В 1669 году возмущенный король приказывает немедленно арестовать Набо и под именем Эстан-Доже отправляет его в тюрьму-крепость Пенероль, где начальником тюрьмы и был Сен-Мар, будущий начальник тюрьмы Бастилии. А дальше вы все знаете из первой части. Но вернемся немного назад. А что же с темнокожей девочкой, которую уже успели назвать Мари-Анн де Франс? Сначала по приказу короля новорожденную изъяли у королевы под предлогом, что девочка нездорова и за ней требуется длительный уход. Потом Людовик вызвал герцогиню де Фансон и приказал ей пристроить девочку в хорошие руки подальше от столицы и позаботиться о ней. А всем при дворе было объявлено, что девочка якобы умерла. Это подтверждает и княгиня Пфальская, которая в 1719 году писала, что народ не верил, будто девочка умерла, ибо все знали, что она находится в монастыре в Море, близ Фонтебло. О судьбе темнокожей девочки все забыли на многие годы, пока 30 сентября 1695 года губернантка внебрачных детей госпожи де Монтеспан и Людовика XIV госпожа Ментенон не известила главному настоятельству Сен-Сира о ниже следующем. В ближайшее время я намереваюсь постричь в монахине одну мавританку, выразившую желание, чтобы на обряде присутствовал весь двор. Я предлагала провести церемонию при закрытых дверях, но нас уведомили, что в таком случае торжественный обед будет признан недействительным. Кто-то скажет, а почему эта мавританка именно та самая чернокожая дочь королевы Франции Марии Терезы и узника в маске из Бастилии? А все просто. 15 октября 1695 года король назначил пансион в 300 лиров в качестве награды за ее благое намерение посвятить свою жизнь служению Господу в Бенедиктинском монастыре в Море. Главная гувернантка детей Людовика XIV, госпожа де Ментенон, регулярно наведывается в монастырь, справляется о здоровье мавританки и привозит ей дорогие подарки. Настоятельница монастыря с большим почтением относится к новой монахине. Вскоре в монастырь зачастили с визитами не только весь двор, но и сын Людовика XIV. Когда принцесса Мария Аделаида Савойская прибыла во Францию обручиться с наследником престола герцогом Бургундским, то первым делом тоже попросила госпожу де Ментенон отвезти ее в монастырь в Море, чтобы поближе познакомиться с таинственной мавританкой. Зачем королевскому двору общаться с простой монахиней, посещать ее, дарить ей дорогие подарки, если только в ней не течет королевская кровь? Историк Сен-Симон прямо пишет, к ней относились с куда большим уважением, нежели к любой известной, выдающейся личности того времени, и она гордилась тем, что к ней проявляют столько заботы, равно как и тайной, что окружала ее. Хотя жила она скромно, чувствовалось, что за ней стоят могущественные покровители. Однажды, услышав звук охотничьего рога, в лесу неподалеку охотился мансиньор, сын Людовика XIV. Она как бы, между прочим, обронила. «Это мой брат охотится». Даже Вольтер, отказавшись перед смертью раскрыть истинное лицо узника Бастилии, писал. Когда король отправил ее в монастырь, он сделал ей подарок, назначив содержание в 20 тысячи кю. Ботовало мнение, будто она его дочь, что вызывало у нее чувство гордости. А вот еще одна подробность, заслуживающая внимания. В пансионной грамоте, что вручил мавританке король Людовик XIV, значится ее имя. Оно было двойное и состояло из имен короля и королевы. Только вдумайтесь, мавританку звали Людовика Мария Тереза. Подлинность свидетельства Вольтера трудно подвергнуть сомнению, поскольку, к своей сведения, он подчеркнул из самого монастыря в Море, когда сам побывал в нем и даже сам лично встречался с этой уважаемой всеми мавританкой. Вот и вся тайна узника в железной маске из Бастилии. Это был чернокожий слуга королевы Франции по имени Набо, более известный как таинственный узник Эстан-Доже. Но на этом все. Не забываем подписаться на мой канал и поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok